мои прекрасные я вас приветствую на своем канале сегодняшняя тема нашего расклада тайна о которой ты скоро узнаешь вот прям самое ближайшее время что такого произойдет а что станет что было для тебя скрытой станет явью я не знаю что я почитаю я не знаю какую информацию мне покажут ее могут показать бытовую могут показать энергетическую могут показать внутреннюю духовный рост все что угодно поэтому я могу почитать для практиков то есть какая информация пойдет то я и передам она может не отозваться если вдруг вы понимаете что где-то точно вот прям точно не про вас просто выключаем или смотрим другой вариант или переходим на другой канал то есть как бы тут ничего собственно говоря сложного и болезненного нет вот не принимаем все близко к сердцу не принимаем не это ни к чему всегда опирайтесь на свои ощущения никогда не претендовала на истину в последней инстанции если отзывается круто забирайте подсказки используйте советы они обязательно вам пригодятся и помогут если же чувствуете внутренне что ну вот нет ни моя информация ничего плохого страшного в этом нет просто значит возможно я не ваш специалист такое тоже бывает и так по традиции моя огромная благодарность за обратную связь на моем канале это очень для меня важно и ценно так на три варианта время будет закреплено в инфобоксе с началом вашего видео если вы не смотрите вступление я уже под вечер немножко устала у меня было много работы я могу чуть-чуть путать слова и где-то заговариваться не делайте пожалуйста на этом такого огромного акцента а то мне начинают в комментарии писать вы повторяетесь и вы там какое-то слово перепутали слушайте да могу это простой человеческий фактор я человек я тоже устаю и на самом деле это только со стороны очень легко кажется да вот сидеть и читать нет это очень сложно потому что все что чувство я провожу через тело оставаясь рабочего стола у меня ощущение что я целый день таскала мешки с картошкой и плюс ко всему меня еще устает мозг поэтому уж не судите строго и так я начинаю с первого варианта первый вариант я вас приветствую и так тайна о которой ты скоро узнаешь знаете что я вам скажу что мне здесь идет без карт это будет для практиков но я это чувствую я это скажу практики тоже смотрят коллеги друг друга смотрят так кто выберет первый вариант для практиков смотрите здесь интересно у вас идет вот вы где-то в чем-то были ученики какие-то условно знания вам или не давались или не открывались новый уровень возможно не открывался чистота потока повыше возможно не давалось или глубина наоборот каждый да по себе будет смотреть и вот для вас как-то резко и неожиданно может быть через сон может быть просто через внешние какие-то события вы поймете но это будет очень резко для вас вы поймете вы поймете что из ученика вы перешли вот я как чувствую энергии мага то есть вы уже не будете учиться вы уже будете что-то делать и вы поймете что уже вы перешли на другой уровень то есть вам откроются какие-то знания абсолютно новые и вот раньше у вас был какой-то внутренний конфликт из-за которых ваши наставники кстати здесь один темный один светлый я не знаю почему ну я это чувствую я это передаю и вот они не пускали они говорили нельзя потому что не готов или не готова потому что может себе навредить потому что не умеет управлять своей силой и своим внутренним потенциалом может наломать дров в пространстве это же большая ответственность правильно а вот здесь вы как бы покажете работу над собой и вам одобрят вот этот пропуск на новый уровень для кого-то будет совсем непонятно но проиграется точечно точно знаю что тому кто это должен услышать он услышит это только для тех кто работает энергетически кто практик кто знает о чем я говорю понял о чем я говорю так условно тайна который вы узнаете не знаю какая будет при каких обстоятельствах а вы как-то резко поймете что вы хотите от чего-то или от кого-то уйти и вы что-то такое пища но я давайте буду смотреть там восьмерка кубков просто на дне вы поймете что вы себя в чем-то обманывали для вас будет что-то знаете как внутреннее откровение я хочу дополнить пятерка пентакли очень часто у нас еще карта такой внутренней внешней бедности когда застой когда остановка когда вроде как непонятно чего кого куда до застой был вы никуда не двигались но обманывали себя что все нормально все хорошо не то чтобы обманывали может быть не хотели действовать не могли посмотреть правде в лицо а были какие-то неоправданные ожидания сидели и думали что все прекрасно все хорошо но тут как-то резко неожиданно знаете вы поймете что да нет все на самом деле совершенно по-другому у кого-то будет уязвлено эго потому что вы можете осознать что ваш партнер если у вас так таковой имеется был не совсем не совсем честен с вами вы можете узнать какую-то тайну касательно вашего партнера о чем это о чем только кубков тройка пентакли ну смотрите несколько вариантов кто-то узнает о том что на вашего партнера делается определенная магическая работа со стороны другой женщины которая бы хотела позаимствовать у вас вашего спутника жизни что еще для мужчин в принципе то же самое вы можете осознать что какая-то женщина пытается делать вам какие-то приворотки при привязке приворотки ну да и это и это туда же привязочки какие-то понимаете потому что карта дьявола и и еще можно и так посчитать ее можно глубоко по всякому читать да 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 смотрите очень интересно о чем еще здесь может быть можете узнать как я сказала да что вас на самом деле не двое в паре а трое что появился дополнение появилось дополнительное лицо который активно претендует на вашего спутника жизни и у вас здесь будет очень большое количество неприятных эмоций безусловно так что еще да вы это кстати может быть очень близкое окружение по тройке пентакли и шестерки пентакли ощущение что вы помогали делали пустили короче пустили в дом крысу не знаю здесь просто очень красноречивая здесь ничего добавить не добавить не убавить пустили в дом крысу может быть какая-то ложная подруга которая будет засматриваться на вашего мужа и втихаря лепить какую-то дрянь потому что здесь это имеет место быть да и вы по луне были знаете как вот в неведении вы не понимали не догадывались возможно даже а вам кто-то принесет информацию ну-ка давайте посмотрим а как вы узнаете да слушайте а у вас как прозрение какое-то прям произойдет потому что здесь достаточно такой у нас светлый ангел вам как интуитивно придет информация возможно вы знаете как просто вот почувствуете осознаете может быть от женщины но эта женщина по императрицы да она светлая сама по себе здесь хорошие карты она не темная но она ваша устойчивость как-то подобьет вы возможно не ожидали даже если вы догадывались вы не да она вам причинит боль вам будет больно понятное дело по тузу мечей это может быть очень резко неожиданно и идите здесь такая характерная карта то есть это будет очень болезненно вы возможно как-то не ожидаете или растеряетесь да не будете знать что с этим делать как теперь вот что делать короче теперь женщина здесь может вам об этом рассказать она как бы вам покажет укажет может быть расскажет в общем да вы как-то себе чувствовали самодостаточной вроде как все хорошо вы были в себе уверены да а потом выяснится по рыцарю жезлов что он не так то и все и там хорошо там просто рыцарь жезлов такой очень темный персонаж у нас но слушайте здесь вот такое может быть вот такую тайну можете узнать что у вас тут появился дополнительный товарищ который не товарищ может обратитесь кому-нибудь потому что знаете вам как информацию через верховную жрицу дадут может быть вот то что сейчас смотрите узнаете да вы будете думать слушайте что я должна с этим делать ну это условно да 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 смотрите здесь все о кто-то тут конкретно наблюдает за вашими отношениями давайте я спрошу одной карты а ваш спутник жизни уж не важно мужчина женщина он связи или или нет вообще он тут занят непосредственно вами но тут кто-то наблюдает смотрите здесь возможно начальная очень сильно начальная стадия переписок очень начальная но не более того вот он ваш мужчина условно для мужчин женщина вот ваш персонаж персонаж себя чувствует очень уверенно очень хорошо что все будет шито крыто я не думаю что он здесь хочет чего-то очень сильно плохого прям конкретно дойти до действий на сегодняшний день мы смотрим но здесь есть переписки уже какие-то переписки здесь есть какое-то общение вот если вы уже знаете об этом наверное не ваша позиция но если вам отзывается слушайте бывает иногда что мы что-то просматриваем да но вот оказывается уже выплыла но бывает такое правда бывает тем более общий расклад воду на император условно вот поэтому здесь вы думает что владеет ситуации кстати мужчина поэтому вы здесь можете уже знать а можете как-то неожиданно узнать понаблюдайте понаблюдайте посмотрите мы иногда бывает даже не замечаем как себя ведет привыкаем да как бы вроде пара и пара она бывает очень резко неожиданно всплывает так второй вариант второй вариант я вас приветствую и так что у нас тайна который ты скоро узнаешь я не знаю какая будет тайна вот от слова совсем поэтому мы с вами посмотрим еще и при каких обстоятельствах и что это вообще о чем да показать может все что угодно вот это условно то тайна который вы узнаете а вот это при каких обстоятельствах что-то у нас отношения отношения последнее время поймете что кого-то любите да для вас это может быть было как будет как-то неожиданно влюбитесь неожиданно тогда почему это тайна или узнаете что вас кто-то любит неожиданно двойка кубков а для вас это прям было скрыто вот смотрите я я здесь на самом деле не так уж и не так уж и много да 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 здесь все об этом смотрите вот здесь может быть внутреннее ожидание что вернется прошлый партнер или что он вернется или что вы может быть и не примите его да потому что двойка мечей но у вас есть какие-то неоправданные ожидания и внутри вам бы все-таки хотелось немножечко подстегнуть свою самооценку и чтобы этот партнер вернулся как вы знаете так немножечко сказать ему нет я тебя не приму и все вот в таком роде ну конечно же вам бы это польстило безусловно и вы можете думать что там есть любовь какая-то еще осталось что он кармический потому что страшный суд да что ушел пришел кстати по рыцарю жезлов такое тоже может быть когда партнер у нас исчезает потом потом появляется потом исчезает всплывает вот так самая интересная тайна который вы узнаете будет совершенно неожиданно для вас потому что вы узнаете что вас кто-то любит это совершенно не из прошлого это какой-то абсолютно новый для вас персонаж да это абсолютно новый персонаж это абсолютно новый мужчина который можно как любит двойка кубков это только влюбленность начала самое-самое начало чувства ночью вас заинтересован а вы не догадываетесь вы даже не ждали вы возможно тут еще в своем вот мне хочется почему-то сказать на кладбище прошлого своего еще там пытаетесь какую-то энергию найти там понимаете то есть вы еще как-то пытаетесь там ресурс взять может быть там я не знаю осмыслить что-то может быть все ждете что вернется бывшие вас отцы не оценит там все там давайте двойка мечей там все закрыто уже все прям точно приточно до рыцарь мечей там вряд ли это это только вот мысли о том что это можно вернуть дату знаете как охота самооценку конечно свою подстегнуть хочется все таки чтобы оценил наш прекрасный бывший принц что он потерял давайте я вам так скажу оценит нет чтобы вы не ждали больше не расстраивались лишний раз вы просто время свое не теряйте сейчас давайте оценит а я вас умоляю нет он вас осуждает и притом достаточно сильно осуждает и считает вас какой он говорит ей только деньги нужны у как это властное и только деньги нужны да нет он в конфликте с вами так обижен смотрите тайна для вас откроется вы просто поймете что вы на самом деле очень сильно очень сильно нравитесь абсолютно новому человеку вы при каких обстоятельствах вы это узнаете метафорическая будет абсолютно фраза это не будет как вы знаете в реальной какой-то это будет внутреннее ваше состояние это не в реальности вот вот так вот это не в бытовом смысле то есть вы просто поймете что вы тратите свое время там где его уже тратить не нужно вы как-то сами свою самооценку себе вернете вы не будете ждать что кто-то подстегнет вашу самооценку а вы как-то здесь сами до нее придете вот при каких обстоятельствах да и вы просто поймете что к вам пришел абсолютно новый мужчина с абсолютно адекватными энергиями он очень-очень здесь самодостаточный этот мужчина я хорошо почитаю эту карту я могу вытянуть и теневой аспект но это на самом деле сейчас ни к чему да что вы сами себя обесценивали что вы сами себя не ценили вот вы это поймете потому что это будет отваливаться карта смерти это все то старое что будет уходить старое представление静 старое понимание о себе, то, что вы не ценили, не выбирали, не любили себя, вот это будет всё уходить. И по девятке Пентакли, кстати, это ещё и внутреннее самодоумение, вы просто поймёте, что вы можете дать сами себе всё, что на самом деле вы хотите, и вам это не нужно ждать вот там, где уже, понимаете, всё давно померло. Может, вы это уже и осознаёте потихонечку, может, уже к вам это всё и приходит, да, но это как бы трансформация. То есть, смотрите, мы условно из пятёрки, даже если в числовом таком понимании, перепрыгиваем в девятку, да, то есть какой скачок мы делаем на уровень своей самооценки выше, вот. Но вы это сделаете самостоятельно, вам здесь никто не поможет. Вы сами прокачаете свою здесь самооценку, может быть, вы это делаете уже. И тайна, которая будет для вас открыта, это то, что, о которой вы узнаете, это то, что совершенно другие мужчины к вам притягивают, и не один, не один. Здесь несколько мужчин. И здесь у вас будет выбор, у вас появится достаточно большое количество, скажем так, условно, ухажёров, которые захотят вашего внимания, но они будут совершенно другие. Это будут ваши мужчины, это будет новый уровень по четвёрке жезлов. Это будет прям вот что-то ваше. И здесь можно построить отношения, потому что четвёрка жезлов – карта семьи. Ну, просто здесь немножечко по-другому, но здесь это ваше общество. Вы как перейдёте, знаете, на новый уровень, восьмёрка Пентакли. Да, и вы будете себя там чувствовать на своём месте. Ой, здесь такая прокачка внутренняя классная пойдёт, а вот они, ваши новые энергии. И это будет для вас, знаете, как тайным откровением. То есть вы-то думали, что вот там, ну, там всё, что можно уже выжить, да, то есть это всё, больше уже ничего вы не можете получить. Или там притягиваются одни женаты, или там притягиваются какие-то непонятно вообще кто. А тут просто вы себя как качнёте, да так ещё и неплохо, как внутреннюю свою кундалинию, кундалинию свою прокачаете. Я иронизирую, конечно, но вещи, говорю, серьёзные, чтобы вы не воспринимали. Да, смотри, вы как прям у вас прорыв пойдёт по шестёрке жезлов. А, я больше ничего не хочу доставать. Хорошие карты. Слушайте, ну это тяжело, конечно, вам будет сделать. Это вы представляете, пока вы вот это всё внутри осознаете, поймёте, вот эта внутренняя ваша прокачка пойдёт. Ну, это круто, конечно, и это тайна. Вот сейчас для вас тайна. Вам кажется, что вы больше не встретите, что вот, ну, вот ваше дело там быть только, например, и лучше я вообще буду тогда одна. А здесь большое количество мужчин может быть вокруг вас, достойных вас. Вот в чём интересно. И знаете, это будет как тайна, как откровение. И вы думаете, что, серьёзно, а так можно было? Что, а так действительно было можно? Да? То есть вы выйдете на тот уровень, где ваши мужчины, где энергия, где ресурс, где уже баланс брать-давать, он не только где вы даёте энергию, да, а кто-то там её берёт, а где ещё вам и дают взамен, равноценно, и это уже куда круче. Вот такая очень интересная тайна здесь будет для вас открыта в скором времени. Третий вариант. Я вас приветствую. Какую же тайну ты скоро узнаешь? Слушайте, показываю, такие интересные истории, просто мега интересные истории. Казалось бы, можно же... Ну что, несложно же ведь расклад, правда? Ну так вот, с одной стороны. А тема получается интересная, такая глубокая, с проработками даже тут, с какими-то внутренними. Прикольно. Так, ну что, давайте смотреть. Хочу просто колоду перетасывать. Ой, что там у нас? Давайте посмотрим, что за тайна. Ну вот, что пойдёт, то скажу. И при каких обстоятельствах вы узнаете. А вы мягче стали по Луне, да? Больше появилось такого мягкого состояния. Вы выходите из своих иллюзий. Это хорошая карта. Выходите из каких-то... Ну это даже не то, что иллюзий. Такое заядлое уже обыденное слово. Вы выходите из каких-то внутренних заблуждений. То есть вы в чём-то заблуждались. И вы это осознаёте. Да, из-за чего вибрации поднимаются так неплохо. Прикольно. Могут у кого-то меняться наставники. Для кого актуально. Более высший уровень берёте. Вы перестанете себя разбазаривать. Я вам так скажу. И возможно для вас станет откровением и... Знаете как? Откровением, что можно говорить нет. Кому-то, да? Опять деньги здесь. Здесь так как-то финансовая сфера неплохо идёт. Смотрите, вот условно вы... Сейчас я вам объясню, что здесь будет. Но это не тайна. Почему это считается тайной? Хорошо, давайте я скажу. Вот здесь вы найдёте тех людей в своём окружении, кому вы помогали, вот собственно говоря, зря. Кто пользовался вашей помощью, вашими ресурсами, вашими, возможно, деньгами, и понимаете, вот здесь они обусловлены, прорисованы как крысы. Я оставлю это слово, потому что оно действительно может подходить к некоторым товарищам, которые нам не товарищи. И чаша весов, она здесь неровная, она с перекосом вы отдавали больше, чем получали. И, соответственно, себе не оставалось. А вот здесь по десятке пентаклей вы поймёте, да, вы положите этому конец. То есть вы просто начнёте отсекать всех потребителей, которые вокруг вас, потому что здесь большое количество ценностей, ресурсов и финансов может быть. Может быть, вы занимаете должность, и ваши работники понимаете, кто в лес, кто под рова. И вы просто скажете, слушайте, да сколько можно, достаточно? Вы разбазариваете мои ресурсы, да? А не пошли бы ка вы все. Вы всех разгоните и наберёте новый коллектив, допустим. Для кого актуально, да? Это просто пример. И вы поймёте, что всё, пора заканчивать, пора это всё отсекать. Хватит. И я тоже хочу быть в ресурсе. Так и что, это такая прям тайна для вас будет? По справедливости. Вы прям по справедливости начнёте всех тут слушать. Ну, да. Да, вот знаете, что здесь ещё? Вы как выйдете, говорю, выйдете из своих заблуждений. Вы выйдете из этого лабиринта, знаете, какого-то, может быть, чувства вины, непонятного, что якобы, ну я же должна помочь. Или вот вами манипулировали, там как-то просили у вас помощи. Я не знаю, насколько это для вас тайна, но почему-то мне это показывают, что вот для вас так. Это та тайна, которую вы узнаете для себя. Это ваше внутреннее будет состояние. Вы просто поймёте. Встанете, наверное, в один приказ. А давайте посмотрим, при каких обстоятельствах. И поймёте, что всё, хватит. Вас очень сильно расстроит какая-то женщина. Что за женщина? Это произойдёт из-за женщины. Вы, возможно, кому-то очень сильно помогали. А она это как-то не ценит. Или она это не поймёт. Ну, она вас очень сильно расстроит. Вы расстроитесь. Вы очень сильно расстроитесь. Вы поймёте, что вы помогали зря. Возможно, вы даже делали какие-то отчаянные поступки. Возможно, рисковали даже собой, своим счастьем. Уже я не знаю. Здесь смотрите, девчоночки по себе. Мальчишки тоже можете. Извините, что я так выражаюсь. Мне так легче. Прекрасные мужчины и женщины. Ну, если кого-то по уху режет. Что я говорю, мальчики и девочки. Мужчины то же самое. Вы могли помогать кому-то. Могли женщине какой-то помогать. Вы могли с кем-то встречаться. А женщина оказалась очень даже неблагодарная. Скажем так, мягко говоря. И вы не видели. Возможно, вам об этом говорили. Говорили, обрати внимание. Вот этот человек не совсем добросовестно к тебе относится. Он не совсем честен по отношению к тебе. Он несправедливо поступает. Или несправедливо относится. Или в нем нет столько благодарности. Наравне с тем, что вы даете. И тем, чем вы помогаете. Возможно, реально финансами помогали. А вы говорите, ну как же. Ну нет, ну нужно же помочь. Нужно же как-то вот. Ну как же, я же могу там. В общем, что-то такое. Или, может быть, вы чувствовали, что вы хотите. Или что даже, может быть, где-то обязаны. Но и тут вас, слушайте, вас прямо озарит. Хорошо. И чем вас расстроит эта женщина? Вы прямо за нее расстроитесь. Она начнет проявлять власть по отношению к вам. Она начнет пытаться все контролировать. Потому что император. Она захочет взять все в свои руки. И, слушайте, это может касаться работы. Это может касаться работы. Вас может кто-то хотеть подсидеть. Потому что захочет получить. Да, обмануть. Подсидеть. Еще не выпивайте ни с кем. Из же женщин, именно женщин. Да вообще в компаниях старайтесь не употреблять большое количество алкоголя. Здесь конкретно еще про алкоголь говорится. Будьте аккуратны. Не скажите, не говорите ничего лишнего. Чтобы могло вас каким-то образом... Вы меня поняли. Скомпрометировать. Понимаете? Будьте очень аккуратны в своих выражениях. Особенно это касается финансовой сферы. Не откровенничайте особо. Здесь имеет место быть подсиживание. Здесь имеет место быть обман, подслеживание за вашей деятельностью. Могут все узнать. Как вы действуете, как вы работаете. Понимаете? Это вот даже защита авторских прав элементарно. Могут вашу какую-то работу, ваш проект просто. Дернуть. А вы могли этому человеку помогать. Да. А он, понимаете, захочет присвоить себе. Видите? Да, интересно. Будьте осторожны здесь. И для вас это станет... Это тайна пока. Вот это тайна. Вы об этом узнаете. Но это касается женщины. Может касаться пары. Потому что мужчина-женщина. Так тоже может быть. Но больше все-таки первая женщина вышла. Да, они хотят как бы... Или она хочет ради своего удовольствия. То есть, конечно, она хочет вкусно пить. Вкусно есть, сладко пить. И уютно спать. Понимаете? Вот она ваша. Вот она ваша луна. А вы как будто вы прозреете. Ну, начнете, да? Потому что она здесь идет на выход. Потому что это ваши все ресурсы. Да, смотрите. Могут предложить как объединение чего-то. Работы. Тройка пентаклей. Могут как... Это работа. Здесь работа, девчоночки. Здесь не отношения, ничего. Здесь конкретно работа. Ну, отношения, ну, в меньшей степени. Там еще девятка пентаклей. В меньшей степени, ну, может быть, имеет место быть. То есть здесь вас захотят конкретно подсидеть, как-то, знаете, вытеснить. И для вас это будет очень сильным расстройством. Да, то есть вам как бы укажут на дверь. То есть вам, наверное, пора, чтобы все загробастать себе. Все ваши ресурсы, пользоваться вашими ресурсами. Да, и разгорится, может разгореться серьезный конфликт. Ну, потому что пятерка мечей, видите? Потому что это все в тайне. Это за вашей спиной все прокручивается. Обдумывается. Как удар в спину. Мужчина здесь еще выходит. Ну, туда вкидывается большое количество энергии. Это медленно как-то происходит. Знаете, как медленное окучивание. Восьмерка кубков. Да, чтобы вы ушли. Чтобы вы ушли. Пододвинуть вас захотят. Это та тайна, которую вы должны узнать. Будьте аккуратны. Я говорю еще раз. Не откровенчите особо ни с кем там. Не выпивайте. Не общайтесь. Ну, прям общайтесь. Да, ну, смотрите, что вы говорите. Особенно не делитесь своими проектами, своими желаниями что-то начать. Не делитесь тем, как вы работаете. Не выдавайте свои какие-то секреты фирмы, алгоритмы работы. Этого делать точно не нужно. И если вы хотите кому-то помочь, то вы это делаете тоже как-то неравноценно. Может быть, вы это делаете по доброте душевной, а там это нужно монетизировать, понимаете. Вот. Потому что это не будет цениться. Это еще и захотят вас, знаете, хорошенечко так пододвинуть. Сказать, не хочешь ли ты подвинуться, мне на твоем месте совсем даже неплохо. А ты себе иди по миру, например, да. Смотрите, будьте очень аккуратны. Вот такие были для вас позиции. Интересные позиции. Сама не поняла, как так вот. Как так нам выдало информацию пространство. Сзади моя прекрасная пушистая помощница подтверждает, что да, действительно. Сегодня очень интересная была информация. Я вас благодарю за просмотр. До новых раскладов. Пока-пока.